МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За 8 месяцев этого года на дорогах области погибли 73 и ранены 1236 человек. Произошло 936 ДТП. Как мы видим, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибших стало меньше, но серьезно возросло количество раненых. Почему люди продолжают гибнуть на дорогах? Каковы главные причины аварии? Обо всем этом прямо сейчас в прямом эфире программы «Открытый регион». Добрый вечер. Здравствуйте. С вами Надежда Заборская и Алексей Шемякин. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте свои вопросы. Номер телефона в студии 639-717, код Архангельска 8182. А мы пригласили на разговор сегодня заместителя начальника отдела пропаганды ГИБДД Архангельской области Николая Подшивала. Николай Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как в целом обстоит ситуация в регионе с ДТП и почему кривая ДТП идет вверх в этом году? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Развитие обстановки с безопасностью на дорогах в текущем году можно охарактеризовать как достаточно сложное. Действительно, с самого начала года произошел некий всплеск аварийности. В том числе, был совершен ряд происшествий, получивших широкий общественный резонанс, связанный с гибелью людей. Органы внутренних дел ситуация была проанализирована. И, конечно же, в последующем предприняты меры для стабилизации обстановки в данной сфере. И если говорить на сегодняшний день, то, можно сказать, в целом ситуация начала выравниваться. Как вы уже озвучили, и цифры были на экране, по итогам 8 месяцев года у нас зарегистрировано увеличение на 6% общего количества происшествий. И на 9% возросло количество травмированных в них людей. При этом число погибших все-таки удалось несколько сократить на 2 человека. Отмечу, что федеральной целевой программой повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах перед нами поставлена задача по достижению утвержденных целевых показателей и индикаторов, которые ежегодно должны планово снижаться в сравнении с так называемым базовым 2012 годом. И можно отметить, что в истекшем периоде этого года у нас достигнуты целевые показатели данной программы по количеству погибших в ДТП, а также по социальному и транспортному риску, то есть в соотношении погибших к числу жителей региона и в соотношении к числу зарегистрированных автотранспортных средств. Николай Владимирович, понятно, целевые показатели, это все очень здорово. Это, конечно, показатели, очень важные цифры. Но все-таки каковы основные причины остаются при ДТП? Мы помним недавнее совершенно в Приморском районе ДТП, когда микроавтобус пассажирский с Ладой столкнулись, один человек погиб. Очень часто выезжают на встречные полосы автомобили у нас в этом году, мы рассказывали не об одном ДТП. Это самая частая причина или она в череде нескольких? Давайте рассмотрим. Если смотреть на происшествия по видам, то наиболее часто совершаемое из них – это столкновения транспортных средств в регионе. Их порядка 40% от общего количества происшествий. На втором месте – это такой вид ДТП, как наезд транспортного средства на пешехода. Это каждое четвертое происшествие в регионе. Причины возникновения происшествий, они, конечно, очень разнообразны, но основной из них, тем не менее, является человеческий фактор. И несоблюдение требований правил дорожного движения участниками его. По вине водителей за истекший период года у нас произошло порядка 90% дорожно-транспортных происшествий. И основными видами нарушений – это выезд на полосу встречного движения, упомянутый уже вами, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение правил проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, а также несоответствие скорости движения конкретным ее условиям. В свою очередь, по вине пеших участников дорожного движения произошло порядка 9% дорожно-транспортных происшествий. И основными нарушениями, допущенными ими, стали переход проезжей части дороги в неустановленном месте, а также нахождение на проезжей части без цели ее перехода. Это взрослые или больше подростки, дети? Это общая цифра. Про детей, я думаю, мы с вами еще сегодня отдельно остановимся в разговоре. Но это цифра общая. И, соответственно, наибольшей трагичностью, тяжестью последствий характеризуются дорожно-транспортные происшествия, связанные как раз с выездом транспортного средства на полосу встречного движения. С начала года в регионе произошло 89 таких происшествий. Тем не менее, тяжесть их последствий крайне высока. И в них погибло порядка 40% от всех погибших в дорожно-транспортных происшествиях. То есть большинство. Да, Николай Владимирович, вот вы говорите про человеческий фактор. А что насчет дорог? Вот как оценивается состояние дорог и тротуаров? Ну, дорог. Давайте начнем с дорог. Да. Начнем с дорог. Ну, конечно же, все мы видим. И, в принципе, положительные изменения в состоянии дорог, они нам видны, всем участникам дорожного движения и органам надзора. Вот. Нельзя не отметить о положительном. Но, конечно же, в первую очередь, когда мы говорим о состоянии дорог и о повышении их качества, все-таки у нас на сегодня речь идет о повышении качества дорожного покрытия. При этом такие важные элементы дорог, как состояние обочин, наличие в необходимых местах ограждений, наличие и видимость дорожной разметки, знаков. Вот это, к сожалению, вот это все отстает от... Это пока вопрос, да? Большой. Да, это пока остается вопросом. Это пока отстает именно от повышения качества самой непосредственно проезжей части дорог. И, кроме того, вопрос решения и состояния этой проезжей части, он тоже на сегодня остается открытым. Во многих населенных пунктах региона, в том числе и в областном центре, большое количество улиц, даже не проведен так называемый ямочный ремонт в этом году. Мы все это с вами видим. А мне вот если возвращаться еще к причине ДТП, как выезд на встречную полосу, 40% и сказали ДТП по этой причине. Разбирались вообще, что является, что называется причиной этой причины? Это заснул водитель? Это неисправность автомобиля? Вот есть такая статистика? Я еще раз вернусь к цифрам. Цифра серьезная. Порядка всего лишь 10% происшествий связаны с выездом на встречную, но их тяжесть, последствия огромная. То есть и при этом 40% погибших вот в этих 10% происшествий. Здесь, конечно, много факторов. Есть и те, которые вы упомянули, когда просто уснул за рулем. Есть, когда, двигаясь в пробке, пренебрег требованиям правил дорожного движения, пересек дорожную разметку запрещающую и поехал на обгон. То есть в каждом случае все эти нарушения индивидуальны, но, к сожалению, зачастую результат их один, и он очень трагичный. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон 639-717. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы, тем более, что тема сегодня очень актуальна. Да, мы продолжаем. Дорожная разметка – один из самых главных гарантов безопасности дорожного движения. Но как быть водителю, если она противоречит правилам дорожного движения и может спровоцировать аварию? Виталий Барашков прокатился по Архангельску и нашел сразу несколько таких прецедентов. Площадь дружбы народов в Архангельске. По правилам дорожного движения, выезд перекрестка, на котором организовано круговое движение, возможен только с крайней правой полосы строго в крайнюю правую полосу. Но, по факту, дорожная разметка позволяет повернуть из средней полосы в левую. Эта разметка говорит нам о возможных вариантах движения по перекрестку, то есть она не предписывающая, не особых предписаний. Тем не менее, вот посмотрите, нарушение. Видите? Вот ситуация чуть не аварийная сейчас была. В подобной ситуации водитель как между двух огней. По правилам так ездить нельзя, но раз нарисовали, то значит можно. Естественно, случись ДТП, дорожная разметка действий нарушителя не оправдает. Есть более серьезные нюансы. Допустим, если две полосы сходятся в одну, знаков особых предписаний, регламентирующих, кто должен кому уступить, нет. Соответственно, происходит аварийная ситуация. Опять же, по правилам дорожного движения, тот, кто справа, тот имеет преимущество. Не всегда, опять же, есть нюансы. Но это тонкости, которые знают, ну, единицы. Именно такая проблема на выезде с проспекта Сибиряковцев на окружное шоссе. Формально машины с правой полосы должны пропустить автомобили с левой. Но и тут ситуация неоднозначная. Даже если произойдет ДТП, сотрудник ГИБДД, скорее всего, не будет на себя брать ответственность. Это пойдет в суд и будут в суде долго и упорно разбираться, кто прав, кто виноват. Один по факту сделал все правильно, занял крайне левое положение, из крайне левого положения поворачивает налево. Но полоса одна, в одну полосу два потока. Ну, я считаю, что на сегодняшний день поворот налево из правой полосы нужно запретить. У появления неправильной либо двусмысленной разметки несколько причин. Это могут быть и дорожники, которые особо не вдаются, что куда наносить. Им главное быстрее закончить работу. Вторая причина – регламентирующие документы, которые не успевают за изменениями в ПДД. 639-717, код Архангельска, 8182. У нас в студии замначальника отдела пропаганды ГИБДД Архангельской области Николай Подшвалов. Николай Владимирович, посмотрели сюжет. Налицо нарушение, какие-то непонятные ситуации. Вообще много ли таких у нас мест в городе? И как вы можете прокомментировать, почему появляются двоякие правила? Ну, посмотрев сюжет, я скажу, где про выезд на путепровод в сторону направления Талажского и Объездного. Здесь ситуация такая, что на самом деле из двух полос разрешен левый поворот. И при этом поворачивающие водители вплоть до следующего перекрестка, который, конечно, находится достаточно близко после этого поворота, они поворачивают в две полосы. После чего те, кто двигался по левой, могут уйти на так называемую Нижнюю Талажскую дорогу, свернуть. А кому нужно прямо на путепровод, те двигаются по правой полосе. Либо те, кто ошибочно повернул по левой полосе и оказался здесь, то может спокойно перестроиться вправо и продолжить движение в прямом направлении. Либо дождаться, либо пока повернут. Ну, пропустить тех, кто двигался по правой полосе, соответственно, кто имеет по отношению к нему преимущество. То есть нарушений тут нет никакого? Здесь сложная ситуация в плане движения водителей и транспортных средств достаточно сложная. Им будет, может быть, разобраться, но нарушений на сегодня здесь нет, не усматривается. Что же касается площади Дружбы Народов при съезде с кольцевого движения на улицу Воскресенская в направлении в сторону улицы Тимми, то тут, конечно, вот эта разметка, показанная в сюжете, она не совсем соответствует, я так думаю, требованиям правил. И подобные рекомендации уже давались госавтоинспекции в адрес собственника дороги мэрии города Архангельска о том, чтобы рассмотреть вопрос и сделать ее по правилам. То есть получается, из круга, крайняя правая полоса, движение по кругу, она достаточно широкая, и она в соответствии с разметкой, которая была в сюжете, она переходит одновременно в две полосы. При том, что поворачивать при съезде с круга можно только с правой полосы. Николай Владимирович, простите, пожалуйста, мы продолжим дальше. У нас сейчас есть звонок в студию. Так, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и какой у вас вопрос? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я пешеход в Архангельске, люблю погулять вечерами. Скажите, нужно ли мне носить на себе на одежде светоотражатели? Могут меня наказать, если я где-нибудь там, не знаю, перебегаю дорогу, и вот нет на мне ничего такого? Как светоотражатели. Спасибо вам огромное, что нас смотрите. Спасибо. Вот как светоотражатели человек любит погулять вечерами, сейчас уже смеркается очень рано. Вот как светоотражатели видят, насколько, наверное, далеко водители видят светоотражатели. Да. Обязанности, обязанности по их использованию при нахождении в населенных пунктах на участников движения, на пешеходов, правилами дорожного движения не возложено. Но, тем не менее, с учетом недостаточной освещенности зачастую и того, что светоотражатели повышают в несколько раз буквально видимость пешехода, как в свете ближнего светофарта, как в дальнего, то госавтоинспекция, конечно, настоятельно рекомендует всем использовать эти достаточно простые и недорогие предметы для того, чтобы обеспечить свою видимость, обеспечить свою безопасность. И в первую очередь, конечно, касается детей. То есть ради собственной безопасности прежде всего? Конечно, конечно, да. Еще одна тема, которую хочется очень затронуть, это, конечно же, состояние алкогольного опьянения, когда водители садятся за руль. Это же очень тяжело. И я, например, не понимаю таких водителей, поскольку он, прежде всего, представляет угрозу людям, которым, другим людям, не себе прежде всего, а тем остальным участникам дорожного движения. Вот здесь у нас как ситуация? Ну, полностью разделяя ваше мнение, конечно же, оно совпадает с моим. Действительно, не могу не отметить, что существенное влияние на безопасность движения в регионе продолжает оказывать факты, когда за рулем автомобилей находятся лица, не имеющие права на управление транспортными средствами, либо лишенные такого права, либо находящиеся в состоянии опьянения. Общая доля происшествий, совершенных нетрезвыми водителями в регионе, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, она снизилась с 15 до 13%. Но, тем не менее, по вот этой подоле ДТП с автопьяницами Архангельская область существенно превышает средние показатели как по Российской Федерации, так и по Северо-Западному федеральному округу. А среди субъектов Северо-Запада наш регион занимает совсем непочетное третье место по общему количеству ДТП с ними. Ужесточают какие-то правила по отношению к таким водителям? Как это все-таки влияет, уменьшается количество таких водителей? Да, на самом деле, для исключения из участия в дорожном движении социально опасных водителей, нами проводятся специальные профилактические мероприятия. В текущем году органы внутренних дел проведено уже более 70 подобных мероприятий, как регионального, так и городского, районного уровня, направленных на исключение именно таких водителей из движения. Задержано более 3300 лиц, управлявших в состоянии опьянения. Поэтому, конечно, это помогает сократить общее количество происшествий по их вине. Но, тем не менее, как я уже сказал, доля ДТП достаточно высокая. Каждое девятое происшествие в регионе, только подзадумайтесь, каждое девятое совершено пьяным водителем. Я посмотрю сводку за вчерашний день, за 19 сентября. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в регионе задержаны 8 водителей. Это только за одни сутки. Большая цифра. Да, я скажу, что в среднем за неделю эта цифра достигает 100. С учетом даже тех лиц, которые позволили себе, уже будучи лишенными права управления, вновь сесть пьяными. Возвращаясь к вашему вопросу об ужесточении наказания. То есть есть граждане, которые уже 2, 3, 4 и более раз привлечены к уголовной ответственности. К уголовной ответственности. Но, к сожалению, им не избирают меры пресечения в виде лишения свободы. Уже не стоит прислушаться к тому, что лишать таких водителей навсегда водительских прав. И изымать вообще транспортные средства. Все, что угодно делать для таких водителей, мне кажется, любые меры. И люди поддержат только эти меры, если бы они были приняты, конечно, законодательство. Еще одна причина, наверное, ДТП, которой хочется сегодня остановиться, это освещенность. Да, сейчас начинается у нас осень, потом зима, темное время суток. И, в общем-то, не все дороги хорошо освещены. Наверное, это как-то влияет на количество ДТП? Даже в Архангельске нужно об этом говорить. Да, конечно же. Отвечая на вопрос про освещенность, я скажу, что на сегодня проблема обеспечения необходимого уровня освещения улиц и дорог в регионе имеет место во всех практически городах и муниципальных образованиях. В том числе и в областном центре, конечно же. Значительное число улиц либо совсем не освещено, либо уровень освещения не дотягивает до установленных норм. В отдельных же районах области имеют место даже факты включения наружного уличного освещения не с началом вечерних сумерек и до конца утренних сумерек, как это положено, а только в определенные часы. Муниципалитеты объясняют это необходимостью экономии бюджетных средств, при этом, наверное, не заботясь о безопасности участников дорожного движения, которые двигаются по улицам их населенных пунктов. Вы работаете как-то с муниципалитетами? Вот наверняка вы выписываете предписание. И что дальше, если они не исполняют ее? Штраф в суд. Об обязательстве собственников улично-дорожной сети решать эти вопросы в рамках их компетенций. Вы уже заикнулись о акциях, которые проводите в качестве профилактики. У нас есть сюжет. Да, сотрудники ГИБДД проводят немало акций. В конечном итоге все они для того, чтобы предупредить количество ДТП на дороге и тем самым уберечь жизни. Напомним некоторые из них. До 5000 рублей на такой штраф могут влететь водители, которые неправильно припарковывают машину. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, чтобы лично познакомиться с нарушителями, коих, как правило, оказывается немало. К примеру, у главпочтамта на Воскресенской остановка и стоянка запрещены. Однако бесстрашных архангельских водителей двумя сплошными полосами не испугаешь. Мы все живем нормально, машин много, а места нет. Вот и все. И никто не думает, как облучить, только думает, как оштрафовать. И все. И вся проблема. Пока сотрудники ГИБДД на посту, нарушителей нет. Как только инспекторы уехали, водители, для которых ПДД не закон, появились вновь. И так каждый раз. Только за прошлое и начало этого года в Архангельске выписано более 5000 постановлений о нарушении правил парковки. Такая же ситуация и в Соломбале. На площади Терехина, на улице Беломорской флотилии. Список можно продолжать. Здесь не стоянка, что нет места. Я говорю, не хватает места. Я только ключи отдал в ремонт и все. Все. Тысячи и полторы тысячи. А что делать-то? Еще одна акция, которую сотрудники ГИБДД проводят регулярно – трезвый водитель. Пьяный рулевой – одна из основных причин аварий на дороге. Зачастую они заканчиваются гибелью или серьезными травмами людей. Вызывают вопросы у сотрудников ГИБДД оборудование и содержание пешеходных переходов в районе учебных заведений. Эти пешеходные переходы должны быть оборудованы искусственной неровностью в обязательном порядке, светофорами специальными Т7, а также ограждениями на протяжении не менее 50 метров от пешеходного перехода в каждую сторону. Знаки «Дети» должны применяться на специальных щитах желто-зеленым флуоресцентным покрытием. В Архангельске почти половина пешеходных переходов оборудованы не по правилам, и муниципалитеты не торопятся исправлять ошибки. За последние четыре года в Архангельске ДУМа довели только два нерегулируемых пешеходника. А только за первые шесть месяцев этого года на дорогах области пять школьников погибли, еще 123 получили травмы. 639-717, код Архангельска 8182. У нас на связи телезритель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я Евгений. У меня вопрос. Какую роль играет ГИБД по безопасности на дорогах, когда ямы не ремонтируются месяцами? Например, Галушино-Московский. Спасибо большое. Спасибо, понятен ваш вопрос. В принципе, мы уже обозначали, что неремонтированные дороги становятся причинами для ТП зачастую. Да, безусловно. Об этом говорили. Безусловно. Но, отвечая телезрителю Евгению, значит, госавтоинспекция осуществляет надзорную деятельность. Она выявляет данные недостатки, выдает предписания, либо, если они угрожают непосредственно в настоящий момент безопасности дорожного движения, составляют протоколы сразу же. То есть, работа идет... Об содержании. Конечно, работа ведется с собственниками дорог, но просто все сводится к тому, что у собственников дорог не всегда есть средства для оперативной решения всех возникающих вопросов. Николай Владимирович, у нас остается буквально несколько минут, но все-таки я хочу, чтобы вы сказали. Я, например, на улице заметил пьяного водителя. Я заметил какое-то нарушение. Куда мне обращаться? Есть ли какой-то телефон, группа в социальной сети, чтобы я написал, позвонил оперативно все очень? Да, есть группа в социальной сети ВКонтакте. Вы можете сообщать туда. И обязательно нужно сообщать о фактах подобных нарушений, которые вы выявили. У нас как раз на экране была плашка, где все данные, куда можно звонить, писать, и оперативно будет реакция. Да, и телефон дежурной части 412744 в городе Архангельске, код города 818-2. То есть информация будет незамедлительно передана нарядом, и будут приняты меры по задержанию данного водителя, по проверке его установления. Понятно. Патшувалов. Ну а мы говорим спасибо коллегам. Спасибо, да. Спасибо большое. И хочется сказать всем участникам дорожного движения, будьте внимательны на дорогах. Ведь жизнь – это самое главное, что у нас у всех есть. Думайте о своих родных и близких, и не забывайте, что вы не одни на дороге. С вами был Алексей Шемякин и Надежда Заборская. Будьте здоровы и счастливы. А сразу после нас программа «Арктика. Территория диалога». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин